5 секунд remaining 10 секунд 10 секунд уделяют наиболее популярным на данный момент героям Сайлента и Резолюшна. Найт Сталкер Резолюшеновый с оффлейна отправляется в баню. И также Doom первым делом идет в баню. Понятно, что они изучали своих оппонентов. Понятно, что у нас непростые здесь матчи. Это квалы европейские на Франкфурт Мэджор. Главное вообще денежное событие последнего времени, и ближайшего времени тем более. Ну и Рейс Кинг тоже отправляется в баню. Просто тут Сайленту заблокировали все, чем он хорошо отыгрывает. Надо выдумывать новую историю. Клокверк в пике от команды Фокловерсен Леприкон. Шадоу Финт, Шейкер, ну... Опять же, осталось много всяких керри. Взять того же Джаггернаута, который сейчас был пикнут... Ну, понятно, что против этого рассказа Тинни Виз, против Мираны, чтобы много чего и выйдет, и хотя бы умни слэшем делать вещи. Но в целом, Джаггернаут не реализован был в прошлой игре. Здесь разгуляться по керри героям еще можно. Пока к керри герои не взяли себе клеверам, у Эмпайр тоже достаточно много вариантов. Начиная от Герокоптера, заканчивая... Заканчивая, заканчивая, заканчивая Герокоптером. Герокоптер, Фантом Лансер... Хуже они не стали. Меньше деможи вносить тоже не стали. Вендрэнджер от Фокловерсен Леприкон. Центральная линия. У Йокум могут быть траблы. И ВР-ка в хороших руках. Это очень даже серьезное испытание. ВР-ка на спокухе вообще. Не переживает, не злится. Доброе лицо. Но эта ВР-ка так настреливает, что мало никому не кажется. Ну и команде Эмпайр. Надо забирать, наверное, сейчас саппорта еще одного. А потом уже думать о керри героя. На этот раз больше внимания уделили все-таки керри героям, нежели оффлейнерам. Вспомните, в прошлой игре только оффлейнеры и были забанены. Ну здесь сразу забрали шейкера, как оффлейн. Нечего больше думать о клеверам. И, конечно же, о сложной линии Эмпайр тоже не приходится думать. Клокверк уже в пике. Клокверк, туск, винтер, вверх. Вкатились, поставили, закрыли. ВР-ка с километра все это расстреливает. Ну, мейнкерри еще ждем. По-хорошему, клеверам бы и гирокоптер был бы не лишним здесь. Вкатились, и все это кулдауном сверху навалило. Под раскаст ВР может хорошо все получится. Ну, Эмпайр, скорее всего, либо забирать себе будут гирокоптера, либо будут банить его. Мне кажется, это было бы логично. Дазла забирает им Эмпайр. Второй саппорт. В пике это герой для Ноуфира. Рубик это Алоха Дэнс. Шейкер это Резолюшн. И Йоку заберет себе Шадоу Финда. Героя для Сайлента пока нет. У клевера, если не забанят гирокоптера, значит, наверное, рассчитывают на него. Тогда Эмпайрам придется банить этого парниша, потому что клевера заберут его. Вот к бабке не ходи, заберут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вообще на Рубика от Алохи смотреть очень приятно. Все так получилось. Получается складненько. И Сайленту забанили Джаггернаута. С какого перепуга он вообще здесь должен был заходить в этот пик? Не понимаю. Ну, Эмпайрам надо банить гирокоптера. Сто процентов. Нет, Спектру банят. Да ладно. Тогда Сларк, тогда гирокоптер. Хотя против Сларка не Ало, конечно. Может и Фантом Лансер. Пикнут быть. Тот парень покрепче. Есть чем все это и выйдет. Да, скорее всего. Ну, мне кажется, Фантом Лансер будет. Все-таки с Дуппельгангером много чего можно здесь за и выйдет. И Туск его в кат. И в рифы. И от Клокверка свалить. Через Дуппельгангер. Мне кажется, что Пейл был бы здесь, ну, уместен. Если не логичен. Потому что моя логика может не совпадать с логикой профессиональных игроков. То как минимум уместен, это точно. Продолжение следует. Ну что, Пейл, не Пейл? Что думать? Пейл или Фантом Ассасин? ОПА может склеиться очень быстро. А Пейл по... По Саевове вариант. Слардар. Вообще, ни тебе, ни мне. Как бы, ни мне, ни мне. Себе забрали героя Слардар. От Тим Эмпайр. Герой для Сайлента. Ноуфир забирает себе. Дазла, Алоха Дэнс. Рубик, Шейкер, это Резолюшн. Шадоу Финт, это Йоко. Ну, со стороны команды Фокловерс и Леприканс. Свифт Эндинг будет играть на Сларке. Пайкат. Берет себе ВР-ку. В Мидлейн Секси Бамбу будет играть на Клокверке. Как же быстро вы забираете героев. Ребята куда-то спешат. Так, ЕГМ будет играть на Винтерн Виверн. Свифт Эндинг. Сларк. Пайкат. Это Виндрэнджер. Секси Бамбу, это Клокверк. И... И-и-и-и-и. Туск. Это Сакса. Все, пожелаем командам удачи. Тут она Империи точно понадобится. Потому что прошлая игра была из рук вон плохо сыграна на самом деле. Они видели, кто это, какие герои были пикнуты против них. Они прекрасно понимали стратегию, которая будет действовать командов у Клокверс и Леприка. Но ничего предпринять не смогли. И расстановка по лайнам. Такая, что Вивер выформил на 15-й минуте дезолятор. И отпустили, конечно же, вообще в свободное плавание Тинни вместе с Веспом. Короче говоря, очень как-то несерьезно смотрел. Тот же Ноуфир на Винтерн-Виверне в центральной линии. Он пришел туда исключительно с одной целью. Так. Пытаются заблочить и отрезать хотя бы кого-то. Или просто закрыть всем проход сюда. Игроки команды Эмпайр это получается сделать. Йоку забирает баунти руну вверху. И Секси Бамбу, внизу точнее, Секси Бамбу забирает руну вверху. В итоге мидлейнер остается без баунти руны. Пайкат тут на пол-левела уже Шадоу Финду проиграл. Пайкат пока ничего не качал. В зависимости от того, что его ожидает на линии. Если агрессия, то это Виндран. Если нет агрессии на ранних стадиях, то это пауэршот. Ну, Пайкат ожидает агрессия. Но у Фирс здесь не просто так. Уже три раза по горбу вверху настрял. Четыре, пятый, хил себя, Пайкат. Просто половину вверху оторвал. И Виндран, вы видите, в панике вверху вкачала. Вдруг, чё вообще, вдруг придется сваливать. У Йоку уже второй левел. У Йоку уже есть Шадоу Рейс. Уже, по идее, можно тут не только подфармливать, но и подхарашивать своих оппонентов. Нелегко, конечно. На ранних этапах будет Йоку. У него 44 демеджа. У вверху 60 с руки. Даже 60 с копейками. И вы видите, вверху кусочки отщипывает у нас от Йоку. Так, врыв пошел на Йоку. Сноубол от Саксы. Если что, есть ноу Фир. Подхил пока что имеется. Первого левела тускайшарда нет. Поэтому просто отойти. Ну и Йоку чё-то с фармом туговато дела идут. Четыре на один всего лишь за полторы минуты. Две пачки и всего четыре крипа из двух пачек. Ай! Да? Не идет как-то. Не идет как-то. Просто печально. С этими крипами у Йоку он уже психанул. Через Shadow Race решил все делать. Ну хотя бы своего можно заденайить. Но пайкат тоже ждет. Пайкат не глупый. И глянь, играются друг с другом. По варшотам это все делается. И очень просто забираются крипы. 7-0 в ВРке. И 6 на 1 у Shadow Finda. Все, отсюда ушел Даззл. Друг на друга врываться не должны. Саппортов рядом нет. По сути, так в соло друг друга не разбирают. Даже несмотря на половину хп. Шадоу Финт уже приносит себе батлу. У ВРки пока батлы нет. Есть нул талисман для фарма. Ну и у Йоку уже 60 дамаги с руки имеется. В Некромастере только первого левела. Через Shadow Race. Да ладно. Пропустил. Шейкера разбирают. Выходят втроем. Сразу игроки команды в Кловерсен Леприкон. Посмотреть мы это с вами не сможем. Ну такая судьбинушка. Простите. Простите. Первый килл от команды в Кловерсен Леприкон. По деньгам это ничего. В моральном плане это конечно помогает. Когда Фёстблад говорят. Потому что ты красавчик. А не потому что твои соперники. Йоку 11-1. Пайкат 13 на 1. Ранние этапы за ВР. Йоку надо 4-й левел дан. Некромастере уже в 2. Теперь можно хоть как-то себе положение исправить. Хотя и здесь он не добрал максимальное количество душ. Ещё на первом левеле. Сейчас будет Shadow Raze. Видимо исправлять свои дела. Ай как тяжело даётся всё Йоку. На центральной линии именно в этой игре. Так-то в принципе у него всё очень хорошо. Но здесь Сноубол полетел в Йоку. Связать не получится. Просто-напросто не с кем. Дальний Койл от Йоку. Подхил моментальный от Ноу Фира. Сейв ТП. Работают безотказно. И... По сути драка... Окончилось не начавшись. Три с половиной минуты сыграно. У Шадоу Финда 17 на 2. У Пайката 5 на 2. Йоку обгоняет своего оппонента. Ну и будет дальше набирать души. Теперь-то конечно будет Сноубол. Да, Йоку уже... Немножко подвосп... Подвоспрял духом. 18 на 3 у Шадоу Финда. 18 душ есть. Дэмэджа прилично с руки. Ну и Шадоу Рейс. Тоже конкретно для этих целей. Чтобы просто набрать души. Вот эта пачка крипов. Окей, вот эти ребята. Вытесняет отсюда Пайката, чтобы добить Катапульту. Все. 22 души. Пока что максимум того, что можно было получить, он получил. На лёгкой линии команда Эмпайр. Вообще халява. Полнейшая секси бамбу. Ушел он 4-го левела. Здесь фармят чужих крипов. Фармят лесных крипов. Сайлент на отдыхе. 24 на 8. Здесь все забирает, что только можно забрать. Ну и... Правда отдают секси бамбу. У крипов и экспириенс. Денежки. Отчасти Клокверк что-то доподфармливает. 8 на 1 счёт. И при этом уже почти 5-й левел у Клокверка. В это время на резолюшн пошёл врыв. Резолюшн подайс шардами. Быстренько в кусты. Секси. Секси, 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 секси. Секси бамбу на центральной линии. Нет на топ линии. Просто захотел сказать слово секси. Ну человек я или нет? Могу я себе позволить? В эфире прямо. Ещё раз скажу секси. 5 минут прошло у нас. Клевера впереди по голде. Впереди по экспириенсу. Но несущественно. По сути ничего не случилось. У Сларка 32 на 13. У Сайлента 30 на 10. Слардар фармит чуть-чуть похуже. Но не будем забывать. Здесь лесные крипы. Глянем сейчас на Дворс. Всё равно Сларк выше, чем его прямой оппонент в будущем. Центральная линия 29 на 5. У Йоку 27 на 3. У Пайката. Пайкат через фокус фаер на Йоку. Айс шардами закрывает Йоку. Пошёл Грейв от Ноуфира. Хилл аж через 7 секунд. Успеет ли уйти Йоку. Йоку отпивается батлой. Пайкат через пауэршот не попадает. Ещё один койл от Йоку неточный. Дальний койл через 1 секунду. Ну, в итоге Сакс отсюда уходит. Верка лоу хпшная. И Пайкат на отстреле по Ноуфиру. Никого не убили, но потрепали тут знатно. И одного, и второго мидера. Йоку вообще на дичайших соплях. Еле-еле ушёл отсюда. Алоха Дэнс стопит у нас Саксу, чтобы Йоку успел забрать в батлу себе баунти руну. И рассыпается в итоге у нас Саксу на тузке. Один килл, Верка пошла хилиться. Сфу с линии уходить не надо. И это плюс по золотишку для команды Эмпайр. 258 по голде заработали. Даззл забрал этот фраг. И 180 экспириенса тоже подняли. Немножко тут себя апнули. Но главное это то, что Верке надо было уходить. И в это время не было фарма на центральной линии. Йоку души не потерял. Некромастери промакшен. Теперь 29 душ уже есть. Йоку отправляется в лесок. Для него тут ого-го. Ого-гошеньки, ого. 400 голды сейчас у него на руках. И посмотрим, что случится. После всего. Уже есть 600 плюс. И вот эти ребята помогут ему за 1000 перевалить. Батлу принесли. Батлу скорее всего будет обузить Йоку. Попьет и отправит. Целая минута еще до руны. Поэтому Курьер не быстро, конечно. 2301 мув спит. Но когда Батлу пополнит, сможет прилететь в темпе. Шадоу Финн. Тысяча голды на руках. Приобретает себе пауэр третс. Есть аквила у Йоку. Как дела у Пайката? У Пайката нул талисман. Тапок и Воттл. У Йоку 58 на 6 по крипам. Посмотрите, как сильно вырвался вперед у Пайката. Только 34 на 3. По Нетворсу Йоку выходит на топ позиции. 4000. У него 2600 у Пайката. Перефарм чудовищно крутой от мидера команды Эмпайр. Что там по сложным линиям? Шейкер 1200. У Секси Бамбу более 2000. Секси Бамбу. Вот это тут побил крипов в лесу. Увидели его. Развалили очень быстро. Шейкер от Резолюшна забирает своего номинального оппонента. Оффлейнер забирает оффлейнера. Будут драться еще и за руну Резолюшн. Стяжка под Алоха Дэнса. Как так получилось вообще? Очень классно отыграла Верка. Как вы так рядком стали, я так и не понял. Ну и Пайкат забирает руну Баунти. На топ линии Шадоффинд. Забирает себе Хастун на нижнем лайне. Ну и в ноль выходят игроки по фарму, по экспириенсу Эмпайр. Впереди на тысячу. Потому что Йоку большой левел имеет. Восьмой левел у него. Почти девятый Верка только сейчас. Восьмой в целом давайте левела. Посмотрим. Восьмого левела Сайлент. Седьмой левел здесь Свифт Эндинг. Дальше Секси Бамбу. Единственный на шестом левеле. Резолюшн далеко еще. Алоха Дэнсу далеко. Ноу Фиру очень далеко. До шестого левела. Но здесь вот просто якорь по экспириенсу. Это Туск. У него только третий левел. И видите что происходит. Верка отдала мид лейн Туску для приобретения левела. В лес выходит команда Эмпайр. Видят здесь Свифт Эндинг. Офессура. Подъем возвращает назад. И у него есть Шадоу Дэнс. В кустиках. В кустиках аккуратненько. Стоит Сларк. Будет хилиться. Так Секси Бамбу врывается у нас в Йоку. Айшардами обоих закрыли. Вытолкнула Йоку вообще за Айшарды. Алоха Дэнс пока что стоит. Алоха Дэнс. Меньше. Вообще меньше половины хп только потерял. Йоку приморозили. Грейв у Ноу Фира есть. Он дотянется если что. И Ноу Фир не может в итоге Грейву дать. Потому что стоял и бил своего товарища по команде. Ноу Фир правда отсюда уходит. Секси Бамбу слишком далеко остался. Своими когами. Не смог ты по аутспить. Разменяли саппорта. Очень дерьмового саппорта. На самом деле третьего левела всего лишь туск. Он вообще никуда не стоил. И потеряли мидлейнера. Еще и Алоха Дэнс рассыпается. Во вражеском лесу. Что ты здесь делал Илюшенька? Где твои звуки? Найди их. 10 минут. У нас сыграно. Сейчас будем смотреть вещички. Шейкер приносит себе соль ринг. У Сайлента. 2 500 на руках. Можно купить даггер. Но Сайлент пока наслаждается моментом. Когда я могу себе покупать даггер. Но пока не хочу. Ну. Это вот до сейчас. Все. Даггер должен приобретать. Покупает даггер. Есть ПТ. Манга. Стаутшилд. Всякая хрень. Шадоуфинт. От Йоку Баклер собрал. До Хедрески и до Смеки самой еще копить и копить. ПТ Аквила. Боттл. Мэджик Вонт. Мы это все наблюдали с вами. Дазл бомжует. Хотя Мэджик Вонт себе приобрел. Ну и здесь. Со стороны Фукловерсен Леприкон. Начнем с Сакс. Итак. Винтерн Виверн поймали на нижней линии. ЕГМа просто расковыряли здесь. Сайлент. Первая реализация даггера. Весьма удачная. Прыжок. По-моему даже без Amplified Damage все это делалось. Там и так Виверни досталась. Плотненько. Она шестого левела. Она шестого левела. Но сама по себе дохловато. 34 силы. Тут ХП вообще всего ничего. Сларк. Уже приобретает себе Шадоу Амулет. Будет идти через Сильвер Эдж. Скорее всего. Или просто через Шадоу Блейд. Есть Пауэр Трэдс. Есть Аквила. И 600 голды на руках. Сларк по Нетворсу вроде как неплохо себя чувствует. Да как неплохо. Лучше всех себя Сларк чувствует. Первое место. 5400 у него. ВР-ка от Пайката. Она на четвертой позиции. Всего лишь 4К у нее Нетворса на 12-й минуте. Есть Фейсбуцы. Уже имеется Боттл. Нул Талисман. Мэджик Вонт. Тысяча голды на руках у Пайката. Ну я подозреваю, что Пайкат будет фаст. Насколько это возможно фаст Даггер фармить. У него есть Дабл Дэмэдж. Фокус Файр. Тут с Таваром сейчас очень быстро разбирается. Ну и отгоняют Пайката. Понимают, что Тавару будет непросто. Резолюшн прилетает. Бьется Абкоги. Маны на офисуру у него нет. Через 8 секунд аж будет у него Сол Ринг. Сайлент ловит Секси Бамбу. Откуда Блэйд Мэйл уже? Ого-го. Ну у Сайлента есть спринт. На спринте догоняют. Да и кто догоняет? Алоха Дэнс. Просто краденым хукшотом. Алоха Дэнс на Рубике играет так, как Кура, наверное, играл на Рубике. А может даже и не играл в свое время на Рубике. Очень круто. Правда. Последние три дня просто радость из радости. У меня кровавые вообще слезы на глазах. И непонимание было в ушах и в мозгах, когда я вчера наблюдал матч против Секретов на саммите. И, ну, комментировали. Комментировала известная студия. И моменты, когда Алоха Дэнс просто эпичнейшим образом отыгрывал, воруя сон у Наги. И все это так скучно преподносилось, так скучно комментировалось. Я думаю, Алоха Дэнс это просто находка вообще для комментаторов. Потому что такие перевороты устраивает в катках. А там крадет сон у Наги. Ну, два в один размен. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Короче говоря, для себя подметил, что там, где Алоха Дэнс сейчас, особенно на Рубике, это прям, ну, взрыв эмоций, действительно всплесковый такой чувак. Молодой, горячий, вообще без печали, крадет все, что можно. Настоящий лисенок-жулик. Пауза у нас. 13 минут сыграно. По голде все в ноль, хотя Эмпайр выигрывали более тысячи по экспириенсу. Так, двоечка, троечка. Это по экспе в ноль, по голде тоже ноль. Эмпайр практически ничего по голде не выигрывали. Чтоб паузу нажали, инфы ноль, да? А, нет, есть инфа. 400 пинга у Саксы. Ой, как это похоже на неправду. Как это похоже. Туск, почему ты третьего левела? У меня пинг 400. Туск, почему ты собрал себе линку? Там, или, я не знаю, рефрешер орб? У меня пинг 400. Что еще тебе объяснять? Туск, почему ты идешь со счетом 0-100? У меня пинг 400. Как ты в игру вообще попал? Ну да, Туск, провальный вариант. Здесь вот команда Фокловерсен Леприкон. Хотя, я смотрю, на эфир тут тоже, знаете ли, молодцом держится. 1600 голды. Нетворд за 13 минут. Круто. Сакса его еще и обгоняет на 200 голды. Возвращается в игру саппорт команды Фокловерсен Леприкон. Ну и, по идее, уже должны отжимать. По артефактам ничего нового, свежего не появилось. Хотя, вот, уже на подходе. 70 голды остается ССФу до приобретения Микки. С этого момента ждем более-менее адекватных файтов от команды Эмпайр. Можно уже будет как-то кучкой собираться. И всех оздоравливать таким вот образом. 50 голды всего лишь. Шадоу Финду надо нырнуть куда-то и где-то подфармить. Он отправляется за Руной. Ну и Кайлами можно было бы здесь, кстати. Забрать ребятишек. Йокуна это просто сбивает и уходит. Мека сама себя будет покупать. На нижний лейн перемещается. Мидлейнер команды Эмпайр. Пока дают фармить. В это время втроем, даже вчетвером. С учетом Таска на позиции. Команда Фокловерсен Леприкон выдвигается на Т1 по топ-линии. Глиф провязали, но дефать не будут. Дефать не будут. Неким, нечем. И без Мекки драться тоже, скорее всего, не будут. Будут отвечать точно такой же, но зеркальной агрессией. Такие команды Эмпайр. Мека уже летит в Шадоу Финду. Туск приобретает себе урнов в Шадоус. Как дела под? Подвыросли. Ну и толпой бьют Т1. Тоже подсейвы никакого. Команда Фокловерсен Леприкон на Т2 вряд ли они рискнут идти. А вот где-то пойти кого-то встретить могут. Тауэр сыпется и Сэф просто оставил свои иллюзии. Или Йоку заберет Тауэр. Но должен забрать, у него много дэмэджа с руки. Ну и не катапульти же отдавать. Да, Шадоу Финд своими иллюзиями забирает в итоге Тауэр. И на центральную линию перемещается Фокловерсен Леприкон. Сюда уже идет Алоха Дэнс. Пошел красть. Сайлент на спринте. Сайлент, вы видите, собирается еще и в вангвард после даггера. Денег еще копить и копить. У Йоку тысяча голды после покупки Мекки, но пока файтов не было. Мекку пока заюзать не получается. Она под стеклом в коробочке лежит. Ни разу не юзана, бедняжка. Зачем ты меня покупал, если ты мной не пользуешься? По-моему, худшая была из озвучек Мекки за всю историю доты. И вообще они были. Ходят в сумаке, не знают, куда себя деть. Пойдут на Рошана. Здесь Сигил есть. Сигил их спалит, это факт. Ну и Сайлент на спринте. Смог еще чуть-чуть будет действовать. Надо на центральную линию, скорее всего, выходить. Но никто здесь ничего не палит. Крепы далековато. Ракету увидели. Здесь никого не находят. На центральную линию выходит Алоха Дэнс. Курьера тоже увидели. Прочекали, поняли. ЕГМ, по-моему, спалил. Всю эту гоп-контору. Ну и команда Эмпайр отходит. Просто потратили время. Да, был шанс, конечно, зайти. Но в целом время потрачено. Есть ли смысл на Рошана идти? Есть смысл навязать Драку. Да. У них есть мекка. У команды Фукловерсен Леприкон. Мекки не имеются. Поэтому Драку по-любому надо навязывать. Это... Это польза для команды Эмпайр будет. Но Драку навязать непонятно как. Заходить на Рошана не очень удобная позиция. Здесь есть Туск. Здесь есть Клоквер, который... Если нормальные Коги поставят, тут половину команды разбросают вообще на... На Клифф. Потом просто бери и расстреливай. Ну и команда Эмпайр все равно нападает на Роху. Под Амплифай Дэмэджем, в принципе, Рошан будет сыпаться быстро. Мало того, что Амплифай Дэмэдж еще здесь и... Пассивка от Шадоу Финда есть. Должны... Должны забирать Рошана. Хорошая фиссура пошла от Резолюшена. Пайкат старается на Риза выйти, пока не получается. Алоха Дэнса связывают вместе с Йоку. На Сайлента пошла ульта от Винтер Диверны. Ну и начался замес. Эхо Стэм от Резолюшена по-троим. Алоха Дэнс лоу ХПшный. Алоха отваливается. Отваливается Винтер Диверны. Пока что размен один в один. Роха стоит сильно битый. Йоку под Грейвом. Секси Бамбу бьет Йоку. И по-моему Йоку может и не выжить здесь. Привязка еще пошла от Йоку. С Ноуфиром связали. Сайлент бьет себя по ногам. Или по хвосту, что у него есть. Ноуфира будут разменивать. Грейв через 30 секунд. Ноуфира забирают. Два байбэка сразу же от команды Эмпайр. Резолюшен уже здесь. Кливера выкастывали все, что можно было. Подбросили Сайлента. Сайлент 3 секунды до спринта. Но за Саксой нет смысла врываться. Сейчас будет Айшард. Кстати, Сайлента и заберут. Сайлент еще и подурнул Шадоуз. Старается свалить отсюда. Пайкат без даггера. Пауэршот неточный. Резолюшен. Фиссура и останавливает Сларка. Размен в итоге я не понял сколько в сколько. Четыре, по-моему, в два. При учете двух байбэков команда Эмпайр, по-моему, уроху отбила. Сайлент вытягивает на себя Тузко. Докатится, не докатится, не докатывается. А вот теперь можно ловить Саксу. Да ну нафиг, а? Тузко просто не успевает дать Фиссуру или Тотем Резолюшен. Забрали мейнкерри игроки команды Фокловерсен Леприкан. ЕГМ залетает на хайграунд. Йоку не знает, что бить. Рошана, Коги, тиммейтов. Ноуфир первый у нас на очереди. Стяжка неудачная. Хукшот пошел от Секси Бамбу. В Резолюшена. Он в Инвизе еще к тому же. Ой, нет, нет, нет. Не в Инвизе, конечно. Не в Инвизе Секси Бамбу. Просто плохо прорисовало. Забирают Секси Бамбу. Ну, это просто кавабанга какая-то. Вообще непонятно, что происходит. Ульта от Йоку. Пайкат лоу хпшный. Койл на хайграунд от Йоку. Даблкилл от мидлейнера команды Эмпайр. Сайлент через 7 секунд восстановится. Пришел Сларк. У него есть Шадоу Дэнс. Здесь лоу хпшный. Практически все свифт эндинг лоу хпшный. Закрывают его Фессуру. Йоку видит, где находится Сларк. Сларк в таверню. 11-11. Остановитесь, ребята. Дайте я подышу. Минус 4 от команды Эмпайр. Пайкат с хайграунда. Павершотом. Лоу хп алоха дэнс. Лоу хп Йоку. Сколько можно? Не деритесь. Мне еще комментировать и комментировать. Что вы делаете? Все. Эмпайр отбили Рошана. Отбили желание команды Факловерс и Леприкан. Сюда вообще соваться. И счет становится 11-13. Там графики, по-моему, плясали невероятно. Файт-рекап смотреть смысла никакого. У нас файт, по-моему, минуты 2 или 3 тянулся. Байбэков тьма тьмущая. Кто вообще, кстати, делал байбэки? Резолюшн делал байбэк. Делал пайкат байбэк. Также у Йоку был байбэк. 3 байбэка на 19-й минуте. Оно нафиг стоило того. Ну, оно, конечно, для Империи стоило. Они в итоге остались в плюсе. Они забрали Рошана, Шадоуфин с Аэгой. У Йоку уже 3000 на руках. Там 1000 остается до Саши Яши, который нужен. Потому что рассказ Туско переживать это обязательно. Грей в грейвом. Но переживать рассказ вот такие фокус-файеры, всякие. Всякую ерунду необходимо. У Слардара появляется Вангвард. Причем Сайлент, по-моему, байбэчил. Нет, нет, нет. Байбэка от Сайлента не было. Он в таверне сидел просто. Переживал. За своих товарищей. 20 минут прошло. Смотрим графики. Клевера выигрывали 4000. И этот файт, который начался у нас в минуте на 17-й и закончился только к 20-й, подарил 4 с лишним тысячи команде Эмпайр. Сайлент. Через секунду будет здесь Слизерин Краш. Забирают еще и Пайката. Забирают Туско. Это минус 2 от команды Эмпайр. Йоку побежал. Он на хосте. ЕГМа должны ловить. Ульта пошла у нас от ЕГМа по Йоку. Сайлент бежит дальше. Он на спринте. Подожгли еще и ЕГМа. Стопят. Краш под ноги. Минус 3. От Тим Эмпайр. 914 за двух первых. И за Виверну 320 по голде. Эмпайр разогнались. И по-моему тут Сноубол пойдет. И начнется прямо сейчас. Йоку не потеряла Эгу. У Йоку есть Огр Клаб, Митрил Хаммер. И после этого тавра будут деньги на рецепт Блэкинг Бара. Команда Эмпайр выходит на центральную линию. Сларк из артефактов имеет только Шадоу Блейд. Не так уж и много. Сларк черти где. Здесь пофайтиться не получится. Йоку приобретает себе Блэкинг Бар у Сайлента. Появляется Баклер. Будет готов Кримзон Гвард. Очень-очень скоро. По-моему очень-очень готов уже. Сколько рецепт? 600. Нет. Апч. Рецепт 9 копейка стоит. Слардару 5, 6, 7, 8, 9, 600. Полетел. Кримзон Гвард. В общем-то комплектация команды Эмпайр на ранние файты. А у нас в принципе такой, ну, мидлгейм идет. Не сказать, что ранний. Ну, на этой позиции очень неплохая. От физдэмэджа защита есть. Фокус файр это, конечно же, физдэмэдж. Все остальное тоже физдэмэдж. Да? Да? Нет? Нет? Да, все. Все в принципе через физдэмэдж идет. Сларк тоже физухой дамажит. Кримзон Гвард более чем адекватное решение. Врыв и агрессия есть от Слардара. Убежать сможет. ХП достаточно. Плюс есть Даззл. Плюс есть Шадоу Финн с Меккой. Ну и БКБ. Короче говоря, обезопасили себя как могли игроки команды Эмпайр. Укомплектованы на данный момент очень хорошо. И обратите внимание на графики. 4 проигрывали. 5 выигрывают игроки команды Эмпайр. Просто обвал вообще графиков от команды Фукловерсен Леприкон. Ну и давайте артефакты наблюдать. ВРК только-только принесла себе Аганин Септер. Пайкат с Аганимом. И пока что все. Даггеров здесь нет. Туск. Ничего. Винтерн Виверн от ЕГМа тоже ничего. Фокус Файр на Тавер. И сюда сразу же ТП от Даззла прыгает Сайлент. Эмплифайд дэмэдж на Пайката. Ульта пошла у нас от ЕГМа. Ой, как хорошо Пайкат связал своих оппонентов. Но Примзен Гвард делает свое дело. Резолюшн. Эхо слэм по троим. Пайкат у нас, по-моему, приплыл. Ноуфир его просто гонит. Пайкат потихонечку отхиливается. Сайлент. Слизерин Краш под ноги Пайкату. Пайкат в Таверну. Минус 2. Погоня пошла за Саксой. Саксов Таверну. Даззл лоу КПшный. Но здесь просто разнос от команды Эмпайр. Подоспел еще и Йоку сюда. На эту движуху у Йоку есть Яша. Все это после БКБ. БКБ даже юзать не пришлось. Минус 4 от Эмпайр. 2000 голды. 3800 экспирианса. И те, кто ставили на Эмпайр во втором матче, по-моему, не ошиблись. Потому что преимущество здесь снежным комом идет. Все это летит вниз. Все это летит в пользу Чим Эмпайр. 24-ая минута. Минус 4. Заходят на хайграунд. Нет глифа у команды Фукловерс и Леприкон. Тавер будет падать. Возможно, и сторона упадет. Мансовать можно. Мека имеется. А Эго есть, которую можно разменивать. Поэтому Йоку будет танковать в случае чего. Даззл будет сейвить в случае чего. Кримзон Гвард через 3 секунды. Пока надо драться. Мека сразу же пошла от Йоку. Йоку БКБ. Ульта. Свифт Эндинг. Лоу ХПшная отсюда уходит. Секси Бамбу. Тоже на половине ХП. Сильно побили Даззла. Но Даззл при этом живой. Кримзон Гвард проюзан. Подхил еще один от Даззла. Йоку без Аэги. Аэга закончилась. Ох, как неудачно, а. Пораньше надо было все это организовать. Пайката ловят фиссурой. 21-11. У меня остановилась Дота. Дота, Дота. Прекрати. Все фуловые. Резолюшн. Есть ли Даггер? Да, Даггер у Резолюшна есть. Есть также Форс Став у Резолюшна. Через 30 секунд Ахаслайм. Фиссурами отбрасываются. Просто замедляют команду Факловерс и Леприкон. Держат на расстоянии, чтобы Йоку в то время сносил бараки. Посмотрите. Привязали Сайлента. Пофиг вообще. Йоку Йоку имеет возможность донести барак. 80 хп осталось у барака. В Алоха Дэнса врыв. Алоха Дэнс. Сноубол. Да куда там вообще врыв? Баттери Асаут. Да не слышал вообще. Не мое это. И в итоге у нас Рубик делает Даггер Аут. Какой же нафиг крутой этот Алоха Дэнс. Что творится от него? Просто чудо из чудес. Вкатился. Даггер Аут стоит на клифе. Смотрит сверху. Не просто играет, а смотрит сверху. Говорит. Ребята, я тут встану для Вижена. Вардов у нас все равно там нет. Постою, расскажу какая вообще ситуация. Секси Бамбу. Ну, команда Эмпайр просто в разнос уже ведет себя с командой Факуаверсен Леприкан. Центральная линия падает. Перефарм чудовищный. По-моему, дело запахло ГГ. Выдумывать здесь нехто. Саксов Таверну. Четвертым за этот файт. Сайлента убить не получается. Пайка толком без демеджа. Еще одна мека появляется в составе команды Эмпайр. Приобретает ее Дазл. Эта мека потом в Гвардиан Грифс превратится. Йокут тоже с Меккой. У Йоку есть Саша Яшет. Центральную линию слезли и ушли. И никого не потеряли. Как было 11, так и осталось 11. Сейчас посмотрим графики и вы увидите, что тут происходит. Ничего тут вообще не происходит. Киллов команда Фукловерсен Леприкон не делала с момента... С момента с 19 минуты. 7 минут нифига вообще. А тут просто парад убийств, какие хочешь. 12 тысяч перефарм Эмпайр по золоту и 11 по экспириенсу. Удачно, удачно себя повели. Сейчас будут затариваться артефактами. Шадоу Финт. Приобретает себе Сэнжин Яшу 1200 на руках. У Дазла появляется Мека. Появляются Ворды. Маачага на эфир. Шейкер. Форстаф есть. Практически готов. Форстаф, Даггер, Еул, Резолюшн. Здесь супермобильный, супер вообще функциональный. Мультифункциональный шейкер. Рубик. Блинк Даггер, 2100 на руках. У Рубика Аганим. Есть ли вообще смысл покупать? Нет, наверное, нет. Вот что себе тарит. Вот что себе тарит. Нет, ничего себе не тарит. Что произошло? Что ты натворил? У него был обычный тапок или я ошибся? Или он разобрал? Не очень понятно. По-моему, у Рубика были Арканы. Он там что-то начнил. Ладно, неважно. Я уже запутался. Даже если объяснять мне, кто-то стал бы. Я бы с ума сошел. У Йоку появляется Фоинн Боустер. Будет Айов Скади. Укрепляться будут до той степени, чтобы команда Фукловар Сан-Леприкон в принципе дамаги практически не наносила. Ноу Фир. Ноу Фир. Мы видели Резолюшн. Мы видели Сайлент. Покажись-ка. Блэк Кинг Барт. На подходе остается 400 голды. Сайлент толкает вперед Сайлента. Сайлент прыгает на ЕГМ. А связали Сайлента. Эхо слэм от Резолюшена просто на пустом месте. Вот это фейл. Это фейл. Посмотрите, просто не пробивают Кримзен Гвард Сайлента. Хотя там фокус фаер был от Вайката. Ну, бесполезняк на самом деле от команды Фукловар Сан-Леприкон на данный момент. Фиссура пошла прямо по Сларку. Сларк лоу ХПшный. Сайлент пытался подстопить Сларка. Сларк два шага назад. Ноу Фир лоу ХП. Сноубол прячет Алоха Дэнс своего тиммейта на крипах. Как ты, блин, играешь, а? Алоха Дэнс просто чудовищно крутой. Я подписываюсь под этими словами. Последние три дня это не игрок. Это гайд вообще по эпичнейшим мувам. Алоха Дэнс в Сноубол. Сноубол на крипа. Забирает своего тиммейта. Ульта пошла у нас от Йоку. Лоу ХПшный Сайлент. Сайлента не убивают. Сайлент выхиливается. Два байбэка от команды Фукловар Сан-Леприкон. Минус пять уже от Эмпайри. Еще один байбэк. Пайкат не угомонится никак. Ну и просто пытается отойти команда Эмпайр. Еще и Шеклшот украл. В итоге Рубик не связал с Экси Бамбу. Но тут Обнова сыграла злую шутку с Экси Бамбу, потому что Катапульты стали восприимчивы ко всякой херне. И вылетает просто у нас Сэкси Бамбу в Катапульту. Все это заканчивается ничем. 11.33. По-моему 20 фрагов Эмпайр делали вообще без ответа. Собрали нужные артефакты. И посмотрите какой дичайший разнос. Я хочу посмотреть Файтрикап Рубика. Шеклшот два раза. Спеллстилл один раз. Фейтболты. Все понятно. Сноубол за файт. Три даггера. 8 ужнов в шаду. 100-500 скиллов. Алоха Дэнс Илюшенко нашел звуки. Это факт. Рубик 22 асиста. Охренеть. Вообще классно отыграли. Игроки команды Эмпайр выигрывают второй матч. Счет становится 1-1. И данный Best of 2. На этом как бы все. На этом наши полномочия как бы все. У команды Эмпайр по расписанию. В 15-30 будет игра против коллектива Alliance. Первую игру для себя на сегодня они заканчиваются счетом 1-1. В ничью играют против Фокловас и Леприкон. И одна и вторая команда зарабатывает по одному поинту. Я напомню это групповой этап европейской квалификации. У нас сегодня Эмпайр Дэй. Конечно же на Эмпайр ТВ будет Эмпайр Дэй. И следующий матч уже через полчаса. Далеко не расходимся. Зовем друзей. Подписываемся в группу. Репостим. Собираем всех. Будем комментировать. Радоваться за нашу тему. Всем огромный респект. Толя за этот матч. Спасибо что были. Ну и трансляцию мы не прерываем. Через полчаса здесь же на этом же канале. Увидимся. С вами друг. С вами студия Игрокам ТВ.